Ольга Беляева, председатель управления неправительственной организацией Ассоциации участников программы заместительной поддерживающей терапии в Украине. Спасибо большое. Уважаемые члены Безвилиума, уважаемые участники конференции, я с радостью и гордостью представляю здесь нашу организацию Ассоциацию участников заместительной терапии. Достижения которой в области защиты прав людей, употребляющих наркотики, организации и мониторинга программ снижения вреда вдохновили наших коллег в Белоруссии, Грузии, Казахстане создавать подобные объединения. Мы благодарим Агентство ООН по наркотикам и преступности, Комитет наркоконтроля Украины и всех организаторов за возможность участия в конференции членов Ассоциаций. И тот факт, что сейчас я сижу среди членов президиума, ярко подтверждает взаимодействие государственных служб, неправительственных организаций и членов сообщества в процессе формирования наркополитики в Украине. Что такое наркополитика? Я вот уже дней пять думала над этим понятием, так вот, 24 часа почти готовилась к выступлению и подумала так, что наркополитика для меня, для моей семьи, это значит, когда онкобольная мама может получать доступ к обезболивающим препаратам в любое время, когда ей это необходимо. Так же, как и десятки тысяч людей в Украине. Наркополитика для меня, это значит, что сегодня, завтра и через год программы заместительной терапии доступны и стабильны. И есть возможность получать лекарства на руки для пациентов, стабильных пациентов, которые мотивированы к продолжению лечения. И Украина продвинулась далеко вперед в нашем регионе в программах заместительной терапии и стабильность определяет то, что наша программа находится в предъекте законодательной, на нормативно-правовой базе. Наркополитика для моих друзей, которые сегодня употребляют нелегальные наркотики, это безопасность хранения и употребления, тезировки для собственного пользования. Это доступность диагностики и лечения программ ВИЧ-инфекции, туберкулеза. Это возможность получать для женщин, которые употребляют наркотики, научно обоснованное, доказанное исследование, информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье и взаимодействии. В контексте программ снижения вреда и в том числе и заместительной терапии Украина продвинулась вперед для того, чтобы можно было сбалансировать подход охраны правопорядка и охраны здравоохранения наших граждан, в том числе и меня. Как было отмечено в ежегодном отчете по наркотикам за 2011 год Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, о том, что достижения Европейского союза в области лечения наркозависимости свидетельствуют о том, что организация доступа к эффективным и высококачественным программам лечения зависимости, на организацию этого доступа очень влияет благоприятная политическая обстановка в стране. Под эффективными и качественными программами я и мои друзья, и мои коллеги мы подразумеваем программу снижения вреда, обмена шприцов, программу заместительной терапии, программу реабилитации, которые дополняют друг друга и позволяют каждому сделать свой выбор в определенный момент времени. Мы верим в то, что в результате этой конференции и следующих шагов наших государственных служб и общественных организаций, агентствуют, будет доступность таблетированного морфина для каждого человека, кто страдает от хронической боли, будет бюджетное финансирование, программу заместительной терапии, которая позволит стабильно развивать в Украине. И будет пересмотрена в сторону повышения таблицы небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических веществ, которые находятся в нелегальном обороте для того, чтобы снизить уровень криминализации потребителей в нашей стране. Мы желаем, я желаю вам всем вдохновения и удачи и хорошего всем нам работы на три дня. Спасибо большое.